В Челябинске за два часа выпало 20-25 миллиметров осадков. Это месячная норма для нашего города. Улицы, тротуары и торговые центры затопило. Вот по колено воды. Иду домой. С работы иду домой. Вот так вот я иду домой. Ммм, какая красота. Десятки машин буквально утонули на дорогах. Некоторые скрывало почти по крышу. Водителям и пассажирам приходилось вплавь выбираться на сушу и бросать свой транспорт. Заглохла и машина скорой помощи. Проблемы были и с общественным транспортом. Маршрутки и автобусы вставали на улицах. Некоторых пассажиров пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС. Капец салютно, опять утонуло все. Чувак, он просто по колено в воде. Улица Хохрякова с Кулибина. Затопило все. Даже фуры стоят. Там вообще, смотри, утонула машина. Ожидаемо затопило дворы и подвалы домов. Жалобы от жителей города поступают до сих пор. В мэрии отметили, что оперативно реагируют на все обращения. СМС-сообщения от МЧС были направлены все вовремя, были все предупреждены. Кто-то оказался в это время на дороге, значит, попал в не совсем хорошую ситуацию. Там, где были места подтопления. Наши все службы, насколько я понимаю, все сразу же, аварийные бригады, начали работать по местам подтопления. Были проблемы и с аварийным отключением электроэнергии. Без света сидели целые микрорайоны. Чиновники уверяют, что сразу же на место отправляли аварийные бригады. Впрочем, штормовое предупреждение в регионе продлили еще на сутки. Сегодня вновь прогнозируют дожди и град.